Далее мы поговорим с нашим гостем. Это Вадим Кабанчук, заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского, вооруженных сил Украины. Вадим, здравствуйте. Живе Беларусь! Доброго дня! Живе вечно! Вадим, скажите, батальон воюет сначала широкомасштабного вторжения, батальон, скажите, уже сформирован или пополнение постоянно происходит? То есть приезжают белорусы из-за границы и вступают в ряды вашего батальона? С самого первого дня войны нас было всего там несколько десятков. И мы входили сначала в терроборону Киева, так как думали, что уже бои начнутся за сам Киев. Ну, непосредственно это и происходило уже в Гастомеле. А потом, когда мы заявили о формировании батальона, мы еще были в составе терробороны. Мы, когда потом перешли в состав ЗСУ, постепенно мы вышли на штатную структуру батальона и после этого объявили о формировании полка. Так как, ну, у нас сейчас нет штатной численности еще полка, но мы на нее, думаем, выйдем. Добровольцы прибывают к нам каждую неделю. Едет новое пополнение. Вадим, скажите, вот известно, что в Варшаве есть волонтерский пункт, который помогает добровольцам белорусам приезжать и воевать за Украину. Так ли это? И есть ли там постоянный поток? Я так понимаю, есть. Безусловно, мы оттуда и получаем пополнение, потому что в основном все люди едут через Варшаву, так как граница между Белоруссией и Украиной сейчас закрыта. Но и по понятным причинам режим белорусский, он очень интересуется людьми, которые хотят к нам ехать в качестве бойцов. Поэтому только европейское направление. Ну, некоторые ребята еще приезжают с других стран, но большинство едет через Варшаву. В Варшаве центром руководит наш доброволец, хлопец, который был в Украине с 2015 года. Вместе с ним довелось быть в районе Донецка, Маренко. Вот это Павел Кухто. Мы хорошо знакомы. Уточнение. То есть я правильно понимаю, что белорусы, которые сейчас воюют за Украину, они не с самой Белоруссией сейчас едут, а многие из них жили за границей уже, которые убежали от режима Лукашенко и не хотят жить под его правлением. Да, я объясню для украинцев, чтобы было более понятно, что в настоящее время приехать к Белорусу воевать к нам за Украину, это знак равно, что ты сядешь в тюрьму в Белоруссии. И мы вступаем в контакты посредством анонимных ботов в Телеграме только с теми, в основном, кто находится за пределами Белоруссии. После 2020 года в результате незаконного очередного захвата власти режимом Лукашенко за границу были вытолканы сотни тысяч белорусских граждан. Вот они и являются кадровым резервом нашим, в основном они. Потому что людям, которые находятся внутри Белоруссии, по понятным причинам, невозможно сейчас попасть в Украину. Ну только как-то окружным путем. Скажите, в марте батальон стал частью уже вооруженных сил Украины. Вот не возникло никаких проблем, потому что, ну очевидно, что вот большинство тех, кто влился в батальон, они были не гражданами Украины. Вот с этим связи были какие-то проблемы и как они решались? Нет, не было, потому что мы входим в иноземный легион, в нашу часть. Иноземный легион, там полностью был сделан такой удобный контракт для иностранцев, где не надо было проходить долгих процедур. Единственное, на чем делалось акцент, это верификация людей. Несколько проверок люди проходят, так как все понимают, что безопасность и подразделения, и в целом Украины, она должна быть, выдерживаться. Поэтому проверка начинается еще на уровне первого контакта, когда люди предоставляют о себе первичные данные. И потом идут в несколько этапов. Если не секрет, а что еще включает в себя эта проверка? Там полиграф, возможно? В том числе и это. У нас есть сотрудничество с такими белорусскими партизанскими хакерами, которые себя называют киберпартизаны. Благодаря им есть доступ до всей паспортной базы и не только паспортной базы. Мы можем устанавливать личность человека, его место работы, телефоны и множество различной информации. Не хочу сейчас ее перечислять. То есть достаточно серьезное досье есть на каждого гражданина Беларуси, потому что режим Лукашенко и его спецслужбы просто проворонили сохранность вот этой базы данных, которую взломали успешно наши хакеры. Позвольте еще уточнение вот в этом направлении. Обловили ли уже или попадались ли люди, которых называют в народе засланные казачки? Вот во время этих проверок. Я не буду напрямую отвечать этот вопрос. Скажу, что контрразведывательная служба Украины не зря получает свою зарплату. Я думаю, что мы можем тут читать между строк. Спасибо, Вадим. Скажите, какие регионы беларусы сейчас защищают чаще всего или они расконцентрированы по всей Украине? Сейчас наши хлопцы действуют на нескольких направлениях. Это, скажу так, обтекаемо. Где самые запеклы бои? Вот оно у всех на устах. Недавно наши парни приехали из Северодонецка. Там ротировался батальон. Еще второй батальон находится на юге. Ну, понятно, что есть учебная часть, которая проводит курс молодого бойца. Это центральная Украина. В начале войны мы принимали участие в событиях, связанных вокруг Киева. Это там Василькиев, Буча, Ирпень. Потом, когда война уже переместилась дальше от Киева, начались ротации туда, дальше, на те направления. Но сейчас, в очередной раз, наши хлопцы, которые ротированы, они через очень короткое время снова выйдут на очередную делянку фронта. Вадим, Вы сказали, что Ваши хлопцы участвовали в освобождении Киевской области. Были ли потери с Вашей стороны? Да, к сожалению, у нас погибло несколько бойцов нашего подразделения. И более десятка, наверное, даже, наверное, уже за несколько, за два десятка это раненых бойцов. Вот, к счастью, есть ранения в основном не связанные с потерей деездольности, скажу по-белорусски. Ну, там, некоторые парней, да, имеют серьезные ранения. Там, у одного парня пришлось ногу ампутировали, он принимал участие в бою в Буче. Вот, ну, а так парни, которые даже получают ранения, там, вот, у нас есть боец, ему срезало несколько пальцев с полком. Он опять, как только зажила рука, опять вернулся в строй. Ну, и таких большинство у нас парней, которые получают, вот, здесь и легкие ранения, в том числе наш командир Кит, он был ранен в руку в Буче. И в больнице пробыл буквально там пару дней, вернулся сразу в подразделение. Скажите, также напрашивается здесь, Вадим, вопрос, какой опыт был у этих добровольцев? Многие здесь уже обучались или некоторые имели опыт в военных действиях ранее? У нас костяк изначальный, вот, с первого дня войны, это составили хлопцы, которые были в Украине, там, кто с 14-го, кто с 15-го года. Я в Украине сам с 14-го года. И, ну, в той или иной мере у нас опыт уже был, так как принимали участие. Хотя, конечно, те события на Донбассе, они не совсем такие, как сейчас происходят боевые действия. Вот, ну, тем не менее, там, познания были. Так у нас большинство ребят, конечно, приехали без боевого опыта, так как белорусская армия, она нигде не принимала участие, ни в каких боях. И подавляющее большинство ребят, у них даже не было такой службы в армии срочной. То есть, курс молодого бойца уже проходили здесь. На месте. Ясно. Давайте поговорим с вами о маневрах Лукашенко, которые все обсуждают. Тут последние несколько недель нападет, не нападет. Вот одни эксперты считают, что вероятность равна нулю. Другие говорят, что достаточно все серьезно, потому что отрабатываются наступательные какие-то телодвижения. Как вы считаете, вот как белорус, как военный, то есть Лукашенко, при каких условиях перейдет, точнее даст команду перейти белорусской армии в сторону Украины? Я думаю, что несмотря на все его попытки сидеть на нескольких табуретках одновременно, его время историческое, оно подходит к нулю. И нападение Белоруссии на Украину уже такое активное. Хотя они уже ж участвовали и в этой северной операции, когда вот этот прорыв зимой к Киеву, это он был только благодаря тому, что Лукашенко обеспечил их логистически и не только логистически. Ну, у нас есть дополнительная информация по факту участия белорусских вооруженных сил и разведподразделений, и радиотехнической разведки и так далее. В том, как они помогали рашистам в нападении на Киев Севера. Сейчас или с Лукашенко, или без него часть белорусской армии в конечном итоге заставил. Скорее всего, это будет какое-то синхронное событие. То есть они понимают, что самого потенциала военного белорусской армии, его мало для того, чтобы провести какие-то существенные вклинения в украинскую территорию. Скорее всего, они будут синхронизировать свои действия с какой-то наступательной операцией или, возможно, с применением более мощного оружия со стороны Российской Федерации. Потому что Лукашенко не самоубийца, он понимает, что вхождение его в войну, в фактическую войну, уже ситуацию для него становят впредельно черно-белые тона. В случае провала его затеи, он достаточно быстро потеряет власть в Беларуси. Ну, у нас, кстати, на это и надежда. Да, вы знаете, с парадоксальной хитростью ему удается постоянно оттягивать многие моменты и вот этого тоже нападения. Вадим, скажите, вот по поводу настроения граждан обычных в Беларуси, нет ли чувства вины у них за то, что все-таки и летели ракеты в Украину со стороны Беларуси, и все-таки наступали на Киев тоже оттуда? Есть активное меньшинство в Беларуси, которое все эти годы, когда началась устанавливаться диктатура в Беларуси, это далеко не 2020, это 96 год, когда он провел первый референдум, и тогда он фактически установил диктатуру в Беларуси. Просто наши соседи старались, ну, как бы не замечали особо, вели с ним и торговые дела, и политические, и так далее. Де-факто, как бы, его признавали. Качественная ситуация поменялась в 2020 году, когда массово общество белорусское захотело сменить посредством выборов своего руководителя, но они, кто-то к ужасу, кто-то к удивлению, поняли, что никаких выборов уже давно нет. И вот для людей это было, некоторых наших, знаете, избавление от инфантилизма. Я, например, себя отношу к людям с активной жизненной позицией. Я за него не голосовал и в 1994 году, когда были первые и последние честные выборы в Беларуси. И я все годы нахождения при власти, я старался как-то изменить ситуацию, ну, там, можно сказать, системно пытался с ним бороться, с этим режимом. Ну, вот, имеем то, что имеем, а часть белорусского общества, к сожалению, оно проснулось в 2020 году. Да, есть люди, которые понимают, что часть вины за происходящее, оно лежит на всех. Вот, кто закрывал глаза, кому было удобно, там, у нас такая отряда, шутят в Беларуси, стабильности белорусской, это чарка, шкварка, иномарка. Спасибо, Вадим. Спасибо вам, Вадим, что вот так все разложили нам детально. С нами был в студии Вадим Кабанчук, заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского вооруженных сил Украины.